Создай в имя Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть всякого истину блажите, Богородицу пресноблаженную и пренепорощенную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую, херувимую, славнейшую, воистину, Серафим, без истления Бога, Слово, родишу и сущую, Богородицу Те, величаемую. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из-за мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоя Матери и силы Чеснага, Животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, всех ради святых, помилуй и спаси нас, яко благослови, человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне, грешному, создав имя, Господи, и помилуй меня. Бесчиславясь, ты грешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитву святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради Боже, очисти мне грешного, яка не коли же благое сотворив пред Тобою Но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя Да не осужден, но тверд за устама недостойного, свалю имя Твое Святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков, аминь Царю Небесный, утешитель души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю Прииди и вселися вны, и очистины от всяких скверно, и спаси блажи души наши Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святый посети и сиренемощи наше имени Твоего ради Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно и во веки веков, аминь Отче наш, иже есть и на небесе, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он и небеси, и на земли Хлеб наш насущный, дашь нам днись, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должнюком нашим И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки, аминь Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, опиемте сильный Свят, Свят, Святый Си, Боже, Богородица, помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай сна, возникмись, Господи, умы, просвети сердце, уснемы и отверзнем Воеже петь и те святая троице, Свят, Свят, Святый Си, Боже, Богородицу, помилуй нас И ныне и присно, и во веки веков, аминь, внезапно судья приедет И ко Его же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи Свят, Свят, Святый Си, Боже, Богородицу, помилуй нас Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй От сна воста, благодарю Тебя, Всесвятая Троица Ко многерой Твоя благость и долготерпение Не прогневался на меня ленивый и грешный Не погубил меня с обеззакониями моими Но человеколюбцов и всеобычный И в нечаянии лежащего воздвигме исти Воеже утренники, славослойники, державу Твою И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные Отверзи мои уста, поучайте со святым Твоим И разумейте заповеди Твоя И творите волю Твою И пейте Тя во исповедании сердечным И воспевайте все святое имя Твое Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и пресно и во веки веков Аминь Придите, поклонимся Цареве нашему Богу Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему 129-й Псалом Из глубины взываю к Тебе, Господи Господи, услышь голос мой Да будут уши Твои внимательны Пу голос умолений моих Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение Да благоговею перед Тобою Надеюсь на Господа Надеется душа моя На слово уповаю Душа моя ожидает Господа более Нежели стражу утра Более, нежели стражу утра Да уповает Израиль на Господа Ибо у Господа милость И многое у Него избавление И Он избавит Израиля От всех беззаконий Его 130-й Псалом Господи, не надмивалось сердце мое И не возносились очи мои И я не входил в великое И для меня недосягаемое Не смирял ли я И не успокаивал ли души моей Как дитя те отнятого от груди матери Душа моя была во мне Как дитя отнятого от груди Да уповает Израиль на Господа От нынего век 131-й Псалом Вспомни Господа Давида И все сокрушение его Как он клялся Господу Давал обет сильному Якова Не войду в шатер дому моего Не взойду на ложе мою Не дам сна мочам моим И веждам моим дремания Да коль не найду место Господу Жилище сильному Якова Вот мы слышали о нем в Ефрафе Нашли его на полях Пойдем к жилищу его Поклонимся под ноженок его Встань Господи на место покоя твоего Ты и ковчег могущества твоего Священники твои облекутся правдою И святые твои возрадуются Ради Давида раба твоего Не отврати лица помазанника твоего Клялся Господь Давиду в истине И не отречется ее От плода чрева твоего Посажу на престоле твоем Если сыновья твои будут сохранить завет мой И откровения мои Которым я научу их То и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле моем Твоем Ибо избрал Господь Сион Вожелал его жилище себе Это покой мой навеки Здесь вселюсь Ибо я вожелал его Пищу его благословляя благословлю Нищих его насыщу хлебом Священников его облеку во спасение И святые его радостью возрадуются Там возвращу рог Давиду Поставлю святинник помазанку моему Врагов его облекут стыдом А на нем будет сиять венец его 132-й псалом Как хорошо и как приятно жить братьям вместе Это как драгоценный лей на голове Стекающий на бороду Бороду Аронову Стекающий на края одежды его Как роса Ермонская Сходящая на город Сионский Ибо там заповедовал Господь Благословение и жизнь навеки 133-й псалом Благословите ныне Господа Все рабы Господи Стоящие в доме Господи Во время ночи Воздвините руки ваши к святилищу И благословите Господа Благословите тебя Господь Сиона Сотворивший небо и землю Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Аллилуйя, 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 Слава Тебе Боже Аллилуйя, 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 Слава Тебе Боже Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Боже мой Господь Иисус Христос По великой любви Ты зашел и воплотился, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, молю Тебе Спаси меня по благодати Ведь если бы Ты за дела спас меня Это не было бы благодатью и даром Но скорее долгом Истинно так Богатое сострадание И не изречено в милости Ибо Ты сказал О Христос мой Верующий в меня Будет жить И не увидит смерти в веки Если же вера в Тебя спасает Потерявших надежду То вот я верую Спаси меня Ибо Ты Бог мой и Создатель Да вмеется же мне вера вместо дел Боже мой Ибо на ней не найдешь Никаких дел оправдывающих меня Но вместо всех дел Да будет довольна вера моей Пусть она отвечает Пусть она оправдает меня Пусть она соделает меня Участником славы Твоей вечной Да не похитит же меня сатана И да не похвалится тем Что торт меня Твоей Слово Божие Руки и защиты Но хочу ли Или не хочу Спаси меня Христос спаситель мой Скорей приди ко мне на помощь Поспеши я погибаю Ты Бог мой Очерил матери моей Сподоби меня Господи Ныне возлюбить Тебя Как я возлюбил Некот тот самый грех И вновь послужить Тебе Без ленности Как я прежде работал На сатану-борстителе Буду же прежде всего Служить Тебе Господу и Богу моему Иисусу Христу Во всей жизни моей Ныне всегда И во веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Постань вести Моя бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступить За невыдержанность мою Не дай возможности Злому демону Починить меня себе Посредством этого Смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся мою руку И выведи меня На путь спасения Господа Ангел Божий Хранитель и покровитель Бедному души и телу Прости мне все Чем я скорбил тебя Во все дни моей жизни И если я чем согрешил Прошедшую ночь Зачти меня На настоящий день И сохрани меня От всякого искушения Вражеского Чтобы мне Не принимать Бога Никаким грехом И молись за меня Как Господу Чтобы Он Утвердил у меня Страхи в своем И садил у меня рабом Достойно своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица Моя Богородица Святыми твоими И всесильными мольбами Отгони от меня Ничтожного Несчастного Роба твоего Уныния Забвения Неразумия Нерадения И все скверные Лукавые И хуйные Помышления От несчастного Моего сердца И от помраченного Ума моего И погаси пламя Страстей моих Ибо нищ И слав И избавь меня От многих Губительных Воспоминаний И намерений И освободи От всякого Злого воздействия Ибо ты благословен От всех родов И твое Пречесное имя Славится Во веки веков Аминь Аминь Молите Бога О нас Святые угодники Божие Игнатия Владимир Надежда Любовь Ибо мы усердно К вам прибегаем К скорым помощникам И молитникам О душах Наших Богородица Дева Радуйся Обрадана Мария Господь с тобой Благословен Ты в женах И благословен Плод чрева твоего Яко родилась И Христа Спаса Избавителя Душам Нашим Непобедимая Божественная Сила Честного Животворящего Креста Господи Не остави Нас грешных Уповающих Натя Спасибо Господи Люди Твоя И благослови Достояние Твое Победа Насопротивные Дары Твое Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спасибо Господи Помил Отца Мол Духовного Родителя И сродника Благодетели Петрополита Авмарка Николая Агафангела Тихона Антония Священная Рея Акима Павла Геннадия Сергия Иоанна Михаила Наума Кирилла Вадима Владимира Максима Андрея Диаконов Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Франциска Корниеля Александра Деодора Митрополита Тихона Иллариона И весь Священнический Иноческий Чин И высший Истинный Служитель Миссионер К христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Да еще Священника Рожденного Свыше Который Благовестником Является И место Для занятия Смири Власти Воинства Их Наведи Страх Твоих И через Их Сотвори Благое Церкви Твоей Умудри Их Издавать И исполнять Добрые Законы Дабы Дали Достойно Жить Людям Чтоб Было Из чего Уделять Нуждающимся Коснись Сердец Благоразумно Благоразумно Поступали Чтоб Прекратился Этот Грабеж Слава Тебе Боже Наш Избави От тяжкого Недуга Пьянства Павла Михаила Андрея Владимира И укажи Где Потерянный Александр И блуждающих Алексея Сергея Останови Да бы не Обманывали Себя И людей Слава Тебе Христе Боже Наш Слава Тебе От пожара Вором Нечистой Силы Сохрани Наше Жилище И селение И живущих Там Благослови Андрея Игоря Игоря Владимиру Дай Веру Благослови Людмилу Владимира Любовь Алексея Иосифа И прищу Добрых жителей Детьми Любящими Знающими Уставы Твоих Святых Сохрани Школу Спасибо Помилую Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Ищай До их Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алектину И через Каждого Распространяй Слово Твое Живое Пока Есть Возможность Слава Тебе Христе Боже Наш Слава Тебе Господи Возри На угрозу Врагов На эти Потоки Лжи Издеваемые Ими Земля Поглотит Эту Мерзость А их Господи Прости Ибо Они знают Что делают Худо И в судный День Не помяни Их Безумие Благослови И страдания Пофу Нину Ольгу 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 Елену И Иоанну Марию Путешествующих Раису Льва Виктора Александра И всех Кто в пути Сохрани от Несчастного Случа Слава Тебе Христе Боже Наш И наши Сокровища В интернете Защити Сохрани Их Администрацию Благослови И обрати И расположи К нам И благослови Трудящихся На этом Поприч Игоря Юрия Дмитрия Виктора Вячеслава Владислава Романа Николая Алексея Гавриила Обрати Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Симона Леонти Валентина Никиту Андрея Марию И найди Отступников Возврати В церковь Твою Александра Юлия Николая Евгения Тамара Ты знаешь И всех Господи Слава Тебе Благодарю Тебя Господи Боже Мой За друзей И за Врагов За здоровье И за болезни По Твоему Благоволению Боже Все это Может оказаться Спасительным Для нашей Бессмертной Души Слава Тебе Боже Нас И душам нашим полезное сотвори. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче! Свят, свят, свят Господь Собову! Вся земля полна славы Его, аллилуйя! Слава Вышли Богу на земле, мир в человеках, благоволение! Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя! Вечности воздай милости Твоим всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе, Мария Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от зависти несчастивых, от всего, что не славит Господа. Господи, воздай милость Твоим и всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия, распространить благую весть и посеянное нами по Твоему благословению, да даст обильные добрые плоды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире и Тимуру, и Рустику, дай истинную христовую веру, дабы не верили же пророкам. Слава Тебе, Христе Боже наш! Слава Тебе, Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши, благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела. И проведи душу ему помытарством, страшным и непонятным, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Ян, Креститель, Претеща Христова, моли Бога о нас, Господи! Научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономном и помогать нуждающимся. И каждому даруй доброе жилье, и Сергей говорил. Святитель Христов Никола Мердекийский чудотворец, образ кротоси и воздержания, добрый архипастор, моли Бога о нас, да примет Господь молитву Твою о нас и живности нашей, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой юдоре печали земле. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Господи, с горящими святельниками истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, поделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, серафимы, все небесные силы, престолы Божии предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам в жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы имеем жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Сминский, Усин, Философ, Касмай, Дамиян, Андрей, Стротилат и Ирон, мученик, Климент, Римский Климент, Анкирский, Анпимник, Медийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Геонимин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто никогда не принял начертания зверя Антихриста на челу или правую руку. Господи, устрашив пробетели земли и священства, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных казней, которые произнесли слова Твои святые уста, можно избавиться какими-то ущищрениями, союзами, изобретениями, медицины. Все это сатанинская ложь. Ибо Твои причинские уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. Но это еще не конец. И ты добавил, что всему надлежит быть, и этого никто никогда не отменит. И через эти страдания, желание Твое, Господи, чтобы люди примирились с Тобой и приняли голгофскую жертву Иисуса Христа, ибо за гробом нет покаяния. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий и Примсирин, Антоний Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серапим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой, православной вере. О замысле еретиков, сектантов, разруша, развеи, Господи, ничто преврати. И призванных на фронт благослови. Дай им каждому истинное рождение свыше, чтобы они там были светильниками, Никита, Александра, Максима. И готовы к этому быть призванными, Иоанна, Георгия. И возврати их в мире неповрежденными, не допусти, чтобы они сквернили руки убийством и запятнали себя кровью человеческой. Господи, посети тюрьмы, лагеря, психиатрические темницы и находящихся там детей твоих. Укрепи их, дабы никто не отрекся от тебя, Христе Божиное, Сергея, Владислава, Илью. И пытаем их и убиваем их по всему лицу земли детей преследуемых. Укрепи, дабы никто не отвергся имени твоего Святого и служению тебе. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину с ремонтом, с подготовкой к настоящей жизни жилищ их, чтобы они превратились как у первых апостольских последователей, когда собирались по домам, чтобы могли там собираться люди и прославлять тебя. Награди их этим великим даром, Господи, верующих в тебя, исполняющих твои святые заповеди, рожденных от тебя и назвал святыми избранными. Помоги нам оправдать эти названия, не нарушая заповеди твои и сохранив в этот день нас от непосильных искушений, день, которого никогда не было во Вселенной. Мы жаждем милости твоей и поступай с нами не по нашей какой-то справедливости, а по милосердию твоему Христе Боже наш. Слава тебе! Молите Бога на святые жены и девы, Фёка первомученица, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетюя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприяна и Устина, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость и сохранение хротящего поругания и насилия, исправь непокоримость Галины семейства Евгении, Надежды, Людмилы, Виктории и Анны. Господь благослови Виталия, Никиту, Николая, дай им желание трудиться в поте лица, добывая насущный хлеб, который могли бы делиться с окружающими их, поистине нуждающими среди детьми Твоими. Аллилуйя! Господи, прими нашу молитву в изъянии рук как жертву вечернего благоухания приятного перед престолом благодати Твоей Божией. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Господи, услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Услыши, прими исполнен наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Господи, и мы просим о незаповедавших, отверзи им двери покаяния. Слава Тебе, Христе Божий нас! Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Говори, Аминь. Доброе утро и мир всем. Ну, кто у нас, если новые пришли, не знают порядок, то после моления утреннего считается Слово Божие, Новый Завет. И наши сестры дорогие, Катерина Валентина Сергеевна, Симоненко, Ольга Николаевна, попеременно считают Новый Завет с толкованием блаженного Феофилакта. Молитесь о них, чтобы они правильно считали, они видно, с какой ревностью это делают. Прошу милости Господней. Итак, сестры, ваше время. Господи, Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Послание Колосина, апостола Павла, 1 глава, 13 стих. Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Толкование блаженного Феофилакта. Не то только важно, что удостоил нас царствие, но и то, каковы мы были прежде всего. Ибо ни одно и то же достойным что-нибудь давать и недостойным. О чем и в послании к римлянам говорит, едва ли кто умрет за праведника. Римлянам 5.7. Итак, Он избавил нас находящихся под властью тьмы, то есть заблуждения и тирании дьявола. И не сказал просто о тьмы, но от власти тьмы. Ибо Он имел великую власть над нами и господствовал. Конечно, тяжело находиться и просто под дьяволом, а под дьяволом со властью еще тяжелее. И не сказал, вывел, но избавил, показывая, что мы, как пленники, томились. Великое дело и от тьмы освободить, но вести еще в царство это гораздо больше. И не просто, но с тем, чтобы мы царствовали вместе с сыном возлюбленное. Мы враги и находившиеся во тьме, о чем и в другом месте говорит, если терпим, с ним и царствовать будем. Второе послание Тимофею 2,12. И не сказал, перенес, ибо тогда все принадлежало, все принадлежало бы перенесшему, но ввел, переместил, так, чтобы здесь нечто принадлежало и нам. Речением этим он показывает, что для силы Божьей так же это легко, как кому-нибудь перевести воина с одного места на другое. 14 стих. В котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов. Толкование. Дабы ты, услышав, что Отец избавил нас, не подумал, что Сын не явил ничего благого, Он говорит далее, что Сын даровал нам очень многое, ибо Он источник того, что мы приведены в Царство, так как Он даровал нам искупление, то есть оставление грехов. Ибо, если бы мы не были избавлены и освобождены от них, мы не были бы введены в Царство. Таким образом, Он проложил нам путь к дару Отца, совершенно избавил нас, чтобы мы не пали потом и не сделали смертными, как причастные к греху Адама. Итак, если Сын избавил нас, то Он и привел в Царство. Как же вы приплетаете тут ангелов? Заметь также, что выражение, в котором относится к Сыну. Комментарий Игнатий Тихонович. Послание к Колосинам сегодня прилично озаглавить. Послание к православным старого и нового обряда. Просто молиться Христу колосяне не умели. Нам трудно сказать, какими словами толковало это послание блаженный Фефила. Но по-русски переводчики нашли очень оригинальные слова. встречающиеся в обыденной речи. Когда человек говорит, что попало, ему не верят и говорят, плетешь, что не нужно. Это о православных колосянах. Просто обращаться ко Христу считается неприличным. Написаны сотни акафистов. Идут бесконечные канонизации. Психоз канонизации валом катит по обуродевшей Руси. Всем хочется иметь своего заступника из своей деревни. И каждому вопиют, радуйся, и не имамы иные помощи, кроме тебя. У сегодняшних православных колосянах отсутствует евангельская вера, а значит, о спасении говорить не приходится. У них, как у греков на Олимпе, одни боги и полубоги, и это все плата за отсутствие авторитета Библии. Каждый предплетает к своей вере то, что ему кажется справедливым. Судей 17.6 В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Живут без царя в голове и превосхищая суд Божий, решают, кто же будет слева стоять, кто справа на страшном суде. Пятнадцатый стих. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Толкование. Апостол выставляет здесь славу естества и величие достоинства единородного, который, говорит, есть образ Бога. Следовательно, точь в точь сходен ни в чем не отличен. Нет меры для величия его, чтобы, измерив, мог бы сказать, сколько не достает в нем по сравнению с Отцом. Если бы он был образом как человек, то ты имел бы что сказать в этом отношении, потому что образ человеческий никогда не доходит до первого образа. Поскольку же он есть образ как Бог и Сын Божий, то есть образ Бога невидимого, совершенно сходный, очевидно, образ невидимый, ибо у нас, когда искусство человеческое, часто погрешающее, делает изображение, оно не имеет полного сходства. Но где Бог, там нет ошибки, нет уклонения, поэтому там и полное сходство. Если же Сын не имел полного сходства с невидимым Богом, то что препятствует и Ангелам быть образом Бога? Ведь и они невидимы, однако Ангелы никогда не называются образом Бога. И заметь точность Священного Писания, человека оно именует образом Божиим и Сыном, но Ангела никогда, потому что в этом случае слышащие о высоте ангельской природы легко могли бы впасть в нечестие, подумав, что Ангел имеет одинаковое достоинство с Богом. Но что касается человека, то малозначительность и ничтожество его охраняет нас от мысли о чем-нибудь подобном. Итак, сопоставь, единородный, будучи тем и другим образом и невидимым, тем, что есть образ, отличается от ангелов, которые, хотя и невидимы, но не суть образы, а тем, что есть невидим, отличается от людей, которые, хотя и сами именуются образом Божиим, но не суть невидимы. Итак, он один есть совершенный и чуждый всякого несходства образ Божий. А если и еще будут возражать Ариане, что образ не единосущен первообразу, то пусть послушают они писания, говорящие, что Сиф есть образ Адама. Неужели же и он не единосущен Адаму? Итак, хотя искусственные образы не тождественны по существу, но естественные имеют вполне одинаковую сущность, сказав, что он есть образ Бога невидимого, присовокупляет и это. Вот тут для Ариан большой соблазн, так как говорят, он назван рожденным прежде всякой твари, то он и есть первый из твари. Но Апостол не сказал первозданный, но перворожденный, или ты дашь ему братьев, и он будет первенцем в отношении ко мне, лягушки, камню и тому подобным ничтожным вещам, и будет иметь одну сущность со всем этим, ибо перворожденный, конечно, имеет одну сущность с теми, в отношении которым он называется перворожденный. На твою голову обращается эта хула, ибо безбожно так мыслить о несравненной славе Творца. Да при том слово первенец употребляется в Писании совсем не в противоположность последующим детям, а безотносительно и значит перворожденный. Так и от Богородицы Марии он родился первенцем по плоти, хотя совсем не имел братьев вслед за собой, ибо он единородный и по происхождению от нее. Таким же образом и по рождению от отца он первенец, не в противоположность прочим тварям, но безотносительно. Ибо он единородный и по горнему рождению. Итак, что же теперь говорить вопровождении подлежащем вопроса и в обличении мнения колосян, дабы не подумали, что он моложе ангелов, так как древние через них приводили мы к Богу, а теперь сказано, что он приводит к Богу, то он хочет показать, что сын есть прежде всякой твари. Каким же образом? Через рождение. Итак, он и прежде ангелов есть, и при том так, что он же и создал их. Итак, если ангелы и служили в Ветхом Завете, то это есть его устроение. И заметь мудрость апостола, дабы ты, услыхав, что он прежде всякого творения, не почел его безначальным. Он наставляет тебя, что он имеет отца и от него рожден. А так как и он и все от Бога, то это самое показывает, что иное то, что один произошел как сын от отца, а другие как твари, созданные этим самым сыном. Поэтому присовокупляет. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, слави сами Божественного Евангелия Твоего, и злей благодать Твою в сердце мою, ко истреблению страстей и грехов моих, и даруй мне силу ко исправлению. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Спаси, Христос. Слава, Христу. Но у нас это еще не окончание утреннего заряда. Брат Михаил Каримов считает проповеди. Ну, если он сейчас здесь...